господи благослови сегодня 3 апреля 2016 год я савченко виктор николаевич со своим верным четвероногим другом шариком нахожусь потеряевки точнее около потеряевки вот эта дорога которую строили в прошлом году вот по инициативе нашего дорогого гнать тихоныча вот здесь теперь нет грязи все сухо дорога в потеряевку вон там виден храм и школа здесь в одном здании рядом ток игорь и санча барабаша но это храмовый пруд сейчас как раз на нем мы и будем по нему делать экскурсию а вот здесь вот идет вода сокол очков шарик пьет до шарик вот вода идет подо мною как раз под этой дорогой здесь трубы когда они заложены не знаю я это еще точно скажет наверное на тихоныч с батюшкой может приблизительно и вот храмовый пруд наполнился мы в этом году думали что может и не наполнится пруды ничего подобного господь даровал столько воды снегу не так много то было но минимальный уровень раньше был нынче не скажешь что минимальный самый минимальный ну немного снега но однако же наполнилась дивно дела твои господи все садил ты премудро но запутался да ну надо подождать а то я с тобой не смогу снимать вот храмовый пруд в прошлом году и этой зимой здесь большая большая работа была здесь валили деревья ветлы старыми и вот сколько дров пруд наполнился на ту сторону мы еще сходим ну мелкий дождь моросил сейчас нету но влажно скворцы прилетели уже вот кто интересуется как потеряевки то рекомендую вам конечно посмотреть эти ролики вот он храмовый пруд воздух чистый свежий сегодня утром я приехал от отца из завиаловского района так что тут уже без меня вода пошла вот сколько дров заготовили это еще в прошлом году братья тут пилили а нынче тут и кололи зимой и валили деревья по тому берегу посмотрите сколько свалили ветер ну подсчитывали здесь с большими пилами у кого большие пилы полотна игорь Александрович и алексей устинов игорь санч барабаш алексей устинов валили деревья а там на слив мы сходим еще и глянем какие бурные бурные потоки господь посылает вот он храмовый пруд раз он рядом с храмом то так и назвали храмовый ну какая тут глубина думаю что метра полтора может местами два и есть потому что там по дну мы когда ходили то впадины довольно таки нормально вот дождик наверно снова пошел даст или не даст снять хотелось пройти и дальше туда на лагерный пруд на симаковский ну как погода вот здесь у нас целые лесозаготовки земля тут прекрасно тут ил это наверное точнее сапропель а может одно и то же это ил сапропель это прекрасное удобрение здесь можно сажать что угодно это не так давно я слушал передачу сельском хозяйстве в россии у нас самые плодородные земли и на украине в том числе в мире и площадь этих земель большая очень большая вот сколько сейчас точно не помню если не ошибаюсь процентов 25 или 30 у нас находятся вот эти пахотные земли а всего в мире сто процентов а у нас считаю на четвертая часть вот пошел дождик так что богата сибирская земля вот все здесь есть только работать надо как у некрасова сказано от зари до зари смыкая зарю заре юда то есть с утра до вечера вот благослови господи всех кто здесь участвовал вот на этой работе чтобы дорогу то сделать мы рано утром шли с поезда вот там еще леднил анатольевна шла провожала она в барнаул сына вениамина и вот рассуждали о том что такую бы дорогу до подстепного 4 километра но это сколько миллионов надо кто может посчитать то есть дороги очень дорогие дорога дорогие дорогая вот интересно и звучит так как дорог корень дорога дорогая вот весна пришла в сибирские края слава богу за все сейчас пойдем дальше на тот берег на плотину точнее ну вот продолжаем нашу весеннюю экскурсию я пришел сейчас на плотину которую увеличили в прошлом году подняли и подняли наверно на около метра со мной шарик друг четвероногий шарик так вот там мы были шариком на той стороне около той кучи наколотых дров вот он храмовый пруд наполнился пошел мелкий дождик то вот пилили здесь множество дров вода там чурки поднимали вода к чуркам подошла так а вот здесь конечно оседает глина но это и должно быть что вода подступила тут и там бурный поток поток божий полон воды написано в писании на шарик терпи теперь на прогулочки здесь по сливу где в прошлом году братья делали идет бурный поток я вот первый раз здесь это без меня все пошло благослови господи братьев которые все сделали вот есть даже бензопила чья-то вот поэтому сливу идет вода сколько работы здесь было благослови господи братьев маленький дождь может и капелька попасть но ничего страшного и туда уходит сейчас мы пойдем на тот пруд тот называется лагерный и продолжим дальше нашу весеннюю экскурсию я саченко виктор николаевич уже здесь 14 лет в этом году будет 14 лет как потеряевки живу и работаю в школе учителем да вода удивительное вещество сняли до много фильмов документальных о воде и вот один из них телеканал россия с не помню название а может так и называется вода или обыкновенная вода и столько там на свидетельств ученых что это за вещество и один из них говорит мы сделали очень важный шаг ну думаю какой же такой шаг они сделал что-то там сверх новое открыли чудесное и дальше он говорит этот ученый оказывается мы пришли к выводу что о воде мы практически ничего не знаем о какой шаг сделали дивны дела твои господи только и воскликнешь все премудро ты сотворил вот ну сейчас мы дальше пойдем это вот все прошлогодний шифер что братья здесь делали благослови господи на тихомыча сергея владимира никиту тех которые помогали это они здесь трудились я вот эти все годы сколько здесь живу был ответственный за лагерь за лагерный пруд а потому что я сам столько в лагере трудился воспитателем ну то есть по сезонно вот летом и все время туда ходил на плотину лагерного пруда и думал как бы это все поднять с игорем александровичем барабашом говорил то есть поднять плотину и вот господь даровал это сделать сейчас мы пойдем туда и посмотрим то есть были надежды ожидания чаянии вот это господь выполнил вот нашлись добрые люди нашелся прораб который все это организовал вот слава богу за все но сейчас шарик пойдем пойдем продолжаем нашу весеннюю экскурсию 3 апреля напоминаю сегодня 2016 год ясаченко виктор николаевич около потеряевки это пруд называется лагерный или камагориха здесь прошлом году тоже плотину поднимали вот шарик покажись там вон он мой охранник четвероногий вот это мы на конце плотины где вот этот обводной слив но здесь вода пока не идет хотя по центральному слышно там шумит хорошо идет здесь пока все стабильно там братья прокопали ход поют жаворонки не знаю слышно будет или нет камера запишет или нет где-то вон он высоко но трудно мне в камеру его поймать я его так вижу жаворонок нет так не поймать его вот небо сегодня такое осенние свинцовые тучи дождик то немножко моросит то нет и пойдем и туда шарик сейчас мы пойдем дальше терпение мой друг мой друг здесь подняли ну не на метр а наверно сантиметров 70 тоже уровнет все эти годы сколько я здесь жил думал как от это все сделать ну вот господь даровал сделали у бога всего много народная мудрость говорит так а тут вчера говорили братья вода шла вот здесь прорвало меня не было как раз только утром приехал здесь видимо андатры прорыли андатры прорыли тут заделывали братья даже на богослужение вечерние не пошли лагерный пруд где у нас крещение кстати вот на этом мостике в прошлом году 12 человек по числу апостолов крещеные были со всех концов земли в основном с россии конечно но даже из франции прошлые годы из германии приезжали даст господь может еще кто приедет приезжайте вам преподастся здесь истинное крещение троекратным погружением по вере вашей да будет вам говорит господь кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет вот здесь вот братья вчера подремонтировали но плотина старенькой андатры делают свое дело может быть и давно еще прокопали когда идет вода пошла хотя видно на этом новом слое или нет непонятно так вот здесь как раз центральный слив бетонный и идет вода бурный поток поток божий полон воды вот посмотрите вот реки у нас нету здесь небольшой немалой а вот с полей столько воды за ночь буквально набирается вот они доски и храна еще ставить это тоже надо ставить обычно я за этим смотрю всегда за досками когда их убрать когда поставить вот под нами бурный поток можно представить себе как в горах с какой скоростью вода несется там коршун видимо находит рыбу гальянчиков или карасиков полетел полетел бурные потоки со скоростью до 60 а то и больше километров в час человек даже по колено стоит его сшивает сейчас мы пойдем дальше на симаковский это вот пройдем здесь мимо лагеря там заснимем я братьев когда я уезжал из потеряевки с понедельника на вторник в эту неделю прошедшую братьев просил чтобы там и не откидали ну говорят ходили отбрасывали снег посмотрим ну вот так слава богу за все вот с этой стороны слива плотина вот с этой стороны лед сходит здесь у нас и каток зимой но нынче зимой мало катались декабря оттаяло и потом снег намерз и на коньках в общем не покататься так ходили несколько раз даже на физкультуре делали пробежки на коньках а так в основном на лыжах там вот храм и школа в этом же здании храм божий храм науки можно так сказать и там потеряется аллилуйя слава богу за все продолжаем нашу весеннюю экскурсию и и мы сейчас в лагере стани шарик мой верный охранник вот он шалаш который в прошлом году братья во главе с Игнатом Тихоновичем построили большой шалаш тут сколько человек войдет целый лагерь войдет так а вот он наш лагерь весенний ранняя весна 3 апреля и пройдем туда посмотрим как он наш лагерь перезимовал вот что написано православный лагерь стан посторонним вход воспрещен но я не посторонний все таки я же тут с 97 года воспитателем работал вот это кухня наша кухонька вот братья тут откопали и столько много глины не отвалилось но вообще нынче снегу мало поэтому и намокло меньше стены мокнут каждый год это глина обыкновенная глина с песком точнее глина с соломой ну вот откопали наш лагерь стан перезимовал здесь песочница а вот здесь крест как раз неделя это крестопоклонная кресту твоему поклоняемся владыка и святое воскресенье твое поем и славим аминь ну посередине лагеря как всегда большой сугроб но нынче он поменьше был а то он бывает размером с эту вот пекарня вот и на пекарне там дальше вышка вот наш лагерь стан перезимовал перезимовал но вот эти кельи две крайние здесь мало вообще заносило снегом да и каждый год мало заносит такого такого роза ветров роза ветров направление ветра у нас что эти крайние кельи вот они их не заносит редко их когда заносит это редкий год такой бывает так а здесь спортплощадка футбольная площадка футбольная там вышка и бум здесь сходим мы сейчас на третий пруд колодезный или семаковский одно и то же это там как раз вигвам вдали отсюда а ну да вот это и есть вигвам отсюда видно все столбы заменены по правую сторону от этой вышки место для молитвы то есть когда комаров очень много здесь и невозможно стоять и молиться они просто докучают там на просторе ветерок возвышение такое холмик Игнат Тихонович присмотрел и сделали место для молитвы загородили ну вот вдали жаворонки поют отсюда я их не вижу но слышу их пение чудесное прилетели уже гуси журавли видели но я не видел а вот деревенские рассказывают потому что я уезжал на несколько дней и уже такие изменения гуси журавли иногда у нас и цафли видны бывают но в этом году еще не видели залетают цапли видно они дальше летят слава богу за все так ну и весенняя экскурсия продолжается и здесь она у нас закончится это это колодец пруд или симаковский колодец вот на той стороне вот он вот из этого колодца там чистый родничок много лет в лагерь брал воду но лагерь здесь отсюда не видно а как в мизинке вот деревья которые опоясывают наш лагерстан поэтому здесь метров 300 наверное колодца от лагеря вот он симаковский пруд тут тоже так же укрепили плотину в прошлом году и сделали слив вот такой же какие сливы на тех прудах вот вода тут тихонько идет журчит вода здесь братья уложили все кирпичами благослови господи вот укрепили шифером чтобы бобры здесь не рыли шифер для них это не не по зубам холод вот на той стороне глянем водичка журчит формула воды как помните h2o стоит только удивляться о какое-то вещество самый распространенный на земле Вода, жизнь Человек, ну, две трети из воды состоит Вот 60 килограмм человека, а 40 килограмм в нем воды Бурдюк с водой, да? Такие Надо же, удивительно Сильный растворитель Многие вещества там растворяются Жизненные процессы протекают Клетка состоит из ядра Оболочки цитоплазмы И вот там находится вода как раз Даже в костях и то она есть вода Кажется, кости уж настолько твердые У человека и у животных Там вода есть Везде она вода И в пустыне есть Ну, процент, конечно, маленький И в самых засушливых местах Ну, говорят, что пустыня Атакама Это в Южной Америке Она тянется вдоль Тихоокеанского побережья Самого засушливого в мире Атакама Ну, и там даже вода есть Везде она Дивны дела твои, Господи Все, садил ты премудр Вот здесь мы заканчиваем нашу весеннюю экскурсию Вел весенний потеряевский репортаж Савченко Виктор Николаевич Слава Богу за все Шарика я оставил там В лагере А то здесь, думаю, где его пристегнуть-то даже Чтобы не замарался он Тут глина, грязь Размокшая глина Вот, даст Бог Летом будут костры у нас с песнопениями Вот здесь Виг вам Приезжайте на крещение На костры Прославим Господа Иисуса Христа Слава Иисусу Христу Во веки слава Аллилуйя Продолжение следует...